привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами котяров танки сегодня у нас будет разговор о британском тяжелом танке черчилль 7 это хорошо бронированная машина но имеющая ряд недостатков она достаточно медленно это пехотный танк как вы знаете у британцев пехотные танки характеризовались и планировались таким образом что так как это танки пехотные они не должны были иметь слишком большую скорость по причине того что они могли бы оторваться от пехоты то есть вот такая была точка зрения у британцев поэтому они наплодили кучу пехотных танков валентайн кстати самый удачный признан со всех британских танков матильда очень был успешный танк в начале войны благодаря хорошему бронированию и естественно черчили да знаменитые черчили которые имели миллион недостатков но имели также ощутимое преимущество в частности довольно таки скорострельные пушки их хорошую броню именно благодаря вот этой хорошей броне британский экспедиционный корпус в частности в бронетехнике понес намного меньше потери чем американцы при высадке в нормандии да то есть американцам кстати британцы предлагали свои чечери для этой действительно масштабной сложной операции ну со свойственно американской американцам гордыни и чувством собственного зачастую мало чем оправданного превосходства они отказались и поэтому понесли там довольно таки серьезные потери потому что шерман хоть и был неплохим танком по крайней мере на момент своего выхода еще в течение это года он был довольно таки неплохим танком но к тому моменту он уже был слабоват и уже была куча пушек и танков которые были способны его уничтожать достаточно уверенно вот американцы отказались и в итоге понесли очень большие потери преимуществом черчилль 7 частности перед другими черчиллями является то что у него 152 миллиметровое лобовое бронирование но как бы она не везде равномерная да то есть есть уязвимые места из более сильные места то есть у него все так довольно таки сложно здесь сюда то есть здесь 152 миллиметра здесь 152 миллиметра вот вот эта часть вообще не пробиваем а вот это довольно таки уязвимая вот и вот такие вот как бы недостатки накладывает ограничения на его использование то есть у нее нет такой монолитной брони как допустим на кого же взять там ну тот же есть 75 или ст1 да вот у которых очень такая четкая прям броня без таких вот мелких уязвимых точек учились или эта проблема есть к сожалению еще один ощутимый недостаток его состоит в том что он довольно таки и уязвим для артиллерии то есть это связано с чем с тем что танк посмотрите какой длинный длиннючий верхняя броня у танков традиционно не очень сильная да это в этом ничего удивительного вот черчилль не исключение естественно вот и поэтому артиллерия обожает в него закидывать снаряды особенно страдает у на артиллерии с мортирной траектории то есть траектории максимально близкой к параболической да это связано с тем что такая артиллерия закидывает как правило снаряды не под углом вот так вот да там где в гусеницу может пройти в бортовую броню там соответственно сильнее урон проходит меньше а когда закидывает такая по типу мортирной прилетает прямо вот так вот в область двигателя в крышу башни то есть самые уязвимые места то есть например чаще всем может выдержать уверенном попадании от хумеля потому что хумель бьет под таким вот углом примерно он прилетит ему в борт и там но с ними там хорошо 300 400 хп может быть иногда но как бы это бывает редко чаще всего там есть особенно стоит под бой там вылетает 200 250 кп при попадании и ничего особо страшного но из-за того что он очень такой вот уязвимый для таких вот кстати видите как мы на катке разобрали центуриона это кстати и плюс и минус данного танка то есть у него есть пушка не очень мощная но очень скорострельная достаточно точно но сейчас мы об этом тоже поговорим так вот в 304 маленький этот назойливый комар до который вроде не имеет особого урона не имеет больше никаких боеприпасов кроме фугасных и вроде бы не является куш прям уж супер такой опасной машиной но он черчиллей обожает он закидывает снаряды под таким вот углом они прилетают в область двигателя в крышу башни и наносят колоссальный урон колоссальность очень часто там пробитие в двигатель пожар то есть попадание в крышу башни контузия командира то есть вот такой вредоносной становится просто не передать хотя если этот же f34 будет стрелять по кв или кв3 то они будут нести намного меньше урон потому что у них как бы и верхняя броня намного сильнее и у них достаточно хорошее экранирование и в целом танк как бы более монолитно так хорошо защищен вот такой парадокс то есть получается менее высокоуровневый танк как допустим к в один несет меньше урона чем танк более высокоуровня как черчилль сейчас мы видите прозевали т29 пропустили попаданием основания башни и очень сильный прошел урон и плюс крит поворотного механизма башни но здесь ситуация такая интересная сложилась поскольку т29 тоже уже как бы не самым большим запасом хп но он нас ваншот нет в любом случае даже если у него не будет топовая пушка стоять 11 миллиметров к этого хватит и вот видите здесь вот особо четко виден недостаток какой-то уже по номеру 3 или какой очень плохие углы вертикальной наводки вниз связано это с тем что танк видите какой длинный до башня расположена посредине и пушку вниз опустить нет никакой возможности вот но здесь слишком назад сдали уже заехать вверх не можем поэтому приходится откатываться назад вот в любом случае видите вот пушка вверх еще более менее неплохо поднимается но если вниз то никак слишком длинный корпус не позволяет наклонять пушку вниз хорошо поэтому вот такие машины как т25 2 обгоняют нас многократно по этому показателю в этом плане они чувствуют себя великолепно мы же с вами страдаем от ужасных углов горизонтальной наводки ну собственно говоря плохие углы горизонтальной наводки это проблема практически и линейки черчиллей и линейки от и вплоть до появления такой машины как от и 15 уже вот на t15 углы горизонтальной наводки становятся великолепными просто и горизонтальной и вертикальной все абсолютно там просто шикарнейшая с этим ситуация связана с тем что орудие все-таки додумались размер разместить по центру да вот т8 у нас слева пушка вот т7 справа в общем там все время они экспериментировали британские конструкторы и пришли к выводу что посередине ставить более выгодно благодаря этому добились того что пушка расположилась так в широщенном корпусе от эшек что ее можно было прекрасно перемещать как по горизонтали так и по вертикали вот к сожалению с черчиллями эту проблему решить не удалось вот и был их конечно все время совершенствовали внутренние модули там улучшали пушки другие ставили если помните то мы начинали там с совсем совсем слабеньких пушек 75 миллиметровых 57 миллиметровых которых там альфа достигала аж 75 низ урона то есть но очень маленькие скорострельная пусть но очень очень маленькая альфа при этом довольно таки неплохое пробитие там порядка 110 миллиметров вот пушки улучшали то здесь у нас 77 киев пандер калибр этот на наш переводя по моему 88 миллиметров если я не ошибаюсь я могу и ошибаться вот честно говоря уже не помню но в любом случае эти пушки у нас установлены на кроме лях на кометах вот но с небольшим отличием да то есть более совершенная пушка принципе они там 7 минус альфа 140 145 и пробой в районе 130 5148 миллиметров разница лишь в том что топа вариация такой пушки имеет чуть более полтора раза более дорогие снаряды но это оправдывается тем что у этих снарядов выше начальная скорость полета поэтому они быстрее достигают цели и ими легче попадать вот конечно же на своем уровне этой пушки предостаточно более чем она скоростреляна точно ей можно ставить на каток противника никуда не может уйти на крайний случай у нас как видите есть голда которая пробивает более двухсот миллиметров но бронебойный конечно тут под 150 но альфа такая как у немецких 75 миллиметровых пушек в общем то говоря разница небольшая правда немцы все равно точнее немножко вот но как видите сейчас ситуация такая что все послевались успешно очень успешно послевались так успешно что можно прям медали раздавать за успешный турбослив вот а мы тут уже думаем ну что же терять выезжаем он хелкет там ездит и начинаем ему накидывать снаряд за снарядом вот как видите используем мы кстати птшную раскладку да то есть у нас стереотруба маскировочная сеть и досылатель вот сейчас видите вылетел один этот чудесный процент я просто думка да уже этот разработчики этот бред уберут с игры они его добавили вот сейчас видите опять на каток мы поставили противника хлоп 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 те два процента кудешь но это важно два процента да такой может быть танк на ладан дышит ну два процента он еще что-то может вот ну ладно 2 процента нот один процент это уже просто ну такой как говорят зашквар да по-другому не скажешь вот то есть всегда противника какой-то шанс составляет ну собственно для нас это не очень большая проблема у нас скорострельная пушка и мы успеем его добить а что делать тем у кого там пушки типа d25t у которых долгая перезарядка бабах влепил у противника один процент пока ты перезаряжайся он еще может умудриться тебя разобрать ну в чем логика я не понимаю по моему это глупое нововведение в игру раньше такого не было вот и наверное это было правильно слишком много вбр в игре стало слишком много вот видим бдр g1b он нас тоже увидел но мы по каунтам едет успеваем за этим два попадания преимущество данной пушки даже мы сейчас 3 успеем сделать лобейс и пошел парень в ангар с большой дистанции кстати вот то что я им говорил да что как бы что касательно черчи что касательно а т-шек а т-8 а т-7 а т-15 тортойса 39 все они на больших дистанциях практически неуязвимы благодаря тому что вот эти самые слабые места они очень тяжело выцеливать их на больших дистанциях вот как сейчас видите сколько противники потом старались и толком не могли пробить но тут уже конечно зажали со всех сторон тем не менее 4 фрага мы уже взяли сейчас еще надо попасть по т-34 который загородила нам благополучно наша артиллерия ну да конечно как обычно даст цели все в нижний бронели снаряд уходит в гусеницу шикардос вообще прекрасно ну и в общем на этом бой заканчивается 5 фрагов мы успели сделать скажу так что если мы здесь поставили против скучный подбой то наверно мы понесли урона на процентов 30 меньше вот потому что много тарты попаданий было в любом случае как видите благодаря точности скорострельному орудию достаточно неплохому бронированию даже таких критических ситуациях мы даже если проигрываем успеваем набить кучу урона и забрать несколько противников так что скажу так в заключение следующее что данный танк для терпеливых игроков то есть те которые не боятся медленных машин которые умеют на них играть спокойно обдумано этот танк одного направления и поэтому он требует продуманных ходов заранее то есть вы должны знать четко куда вы едете и зачем если вы будете правильно все планировать если вы будете выбирать правильные маршруты и действовать последовательно и продуманно то вам эта машина доставит море удовольствия если же вы такой дерганый нет на игрок которому надо быстро быстро рашу кушух то я вам вообще не рекомендую эти машины качать потому что но развешу на центурионах уже в топовых вы что-то в плане динамики почувствуете в остальном же вам придется ездить вплоть включительно с карнавоном на очень медленных неповоротливых но при этом хорошо бронированных машинах с довольно таки точными и скорострельными пушками вот так как раз и можно охарактеризовать черчили 7 кстати говоря кто смотрел кайт если вы не смотрели обязательно смотрите очень подробный гайд дел по черчили 7 вот и объяснял почему здесь эта дырка и как туда прекрасно влетает урон это кстати такой маленький но очень немаловажный нюанс пригодится если вы сражаетесь против черчили на низкоуровневым танки вот так вот ребята в общем вот такая вот машина интересная надеюсь вам было не скучно послушать про нее посмотреть эти бои ставьте лайки подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии и до новых встреч пока